Привет, с вами Шаветька Валерия. В сегодняшнем выпуске новостей мы расскажем о том, сколько денег нужно хранить дома, подешевеют ли продукты в России, как россияне выбирают кредиты и какую еще схему выбрали мошенники для отъема денег у населения. Итак, поехали. Первая новость. Эксперты предсказали, какие валюты будут наиболее уязвимы в ближайшее время. Об этом и о факторах, которые будут влиять на курс рубля, рассказал главный аналитик Телетрейд Марк Гойхман. По его словам, динамичное восстановление мировой экономики продолжается, но в США и в мире снизились индексы деловой активности. Инвесторы полагают, что в импульсе роста будет взята пауза. Говорят также и о новых, более агрессивных штаммах коронавируса. Ограничения могут вернуться, что также может неблагоприятно сказаться на экономической ситуации в стране. Произошел удар по рисковым активам. Речь идет о сырье, акциях и валютах, развивающихся рынков. Удар пришелся и по рублю. Сейчас он держится на уровне 71-72 рублей за доллар. В следующие дни уже появятся важные драйверы. Должны выйти данные по экспорту и импорту Китая. А еще станут известны показатели инфляции в США и Германии. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства покажет перспективы для нефти. Появятся цифры запасов нефтепродуктов в США. На котировку рубля будет влиять отчет ОПИК+. Данные по ВВП, инвестициям, промо-производству, занятости в Китае и США. Тем не менее, рублю будет оказана поддержка со стороны увеличения ключевой ставки. Следующая новость не менее интересная и волнующая. Будет ли дешеветь еда в России? Во всем мире падают цены на продовольствие. Многие предполагают, что снижение цен может коснуться и России. Весь год цены на продовольствие только росли. Но по итогам июня текущего года было зафиксировано небольшое падение. Снижение цен связано с причиной подешевения растительного масла. Также подешевели зерновые культуры и молочная продукция. Продолжают расти только цены на сахар и мясо. Вряд ли цены в магазинах придут к допандемийному уровню. Но тем не менее, общий тренд на подорожание продуктов остановится. Цены были снижены под влиянием временных факторов. Например, к ним относятся птичий грипп и нарушение логистики из-за пандемии коронавируса. К постоянной причине можно отнести рост инфляции. Пока эти факторы будут действовать на цены еще в ближайшие месяцы. Но самое большое снижение ожидается в пределах 10%. После него прогнозируется снова рост цен. Сейчас цены на продукты могут падать в том числе и под влиянием сезонных факторов. Но в конце года снова возможен рост цен на продовольствие. Цены в России напрямую зависят от мировых. Когда падают мировые цены, снижаются и внутрироссийские. Тем не менее, в ближайшее время ожидается снижение роста цен. Но только в том случае, если урожай будет хорошим. А к этому фактору есть еще и предпосылки. От продуктов питания переходим к наиболее насущным вещам. Эксперты выяснили, сколько денег нужно хранить дома. Оказалось, что оптимальный размер финансовой подушки составляет годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Но в период кризисов объем сбережений может уменьшиться. После тяжелых потрясений трудно скопить нужную сумму. Поэтому достаточно, чтобы заначка составляла доход за 3-6 месяцев работы. Об этом рассказал Николай Переславский, эксперт департамента экономических финансовых исследований CMS Institute. Он рекомендует хранить деньги в разных валютах, а не только в рублях. Но при этом в рублях должна быть большая часть. Условно на каждые отложенные 100 рублей должен приходиться 1 доллар и 1 евро. Данная мера поможет защитить сбережения от инфляции и девальвации. Мы с Николаем со своей стороны полностью согласны. Но также хотелось бы добавить, что начинать откладывать деньги, если вы еще этого не делаете, лучше прямо сейчас. Вы можете вкладывать по 10% от зарплаты, а также 50% со случайных и непредвиденных расходов. Так финансовая подушка безопасности накопится гораздо быстрее. Еще одна новость нам расскажет о том, как россияне выбирают кредиты. Исследование показало, что почти половина россиян, которые планируют взять кредит, рассматривают предложения сразу от нескольких банков и микрофинансовых организаций. Так поступают 48% потенциальных заемщиков. Но есть и другие. Например, 12% будущих заемщиков рассматривают несколько предложений от одного кредитного учреждения. А 24% респондентов остаются верны тому варианту, который выбрали изначально. Серьезнее всех к вопросу получения кредита относятся потенциальные заемщики, которые хотят купить автомобиль или квартиру. 63% и 61% из них, соответственно, сравнивали предложения сразу нескольких кредитных организаций. Как люди принимают решение о кредите? 31% респондентов сказали, что с выбором им помог определиться сотрудник банка. 24% предпочитают действовать самостоятельно. 23% потенциальных заемщиков ответили, что сами собирают данные о кредитном продукте и о самом банке. 16% опрошенных опираются на свой личный опыт при выборе кредита. А 13% просят помощи у друзей и знакомых, которые не работают в банковской сфере. Оставшиеся 6% респондентов предпочитают обращаться за консультациями к знакомым, которые работают в сфере финансов. Кстати, недавно было проведено исследование о лояльности банковских клиентов, которое показало, что уровень лояльности к банкам среди заемщиков невысок. Особенно низким он является среди пользователей целевых кредитов и ипотечных клиентов. Ну а мы переходим к следующей новости. Минэк выступает против продажи единственного жилья банкам. Как известно, банк за долги может взыскать за должника единственное жилье. Но Минэкономразвитие выступило против этой меры взыскания. Предложение было сформировано в отзыв на законопроект об обращении взыскания на роскошное жилое помещение. Отзыв уже направлен в Минюст. В ведомстве уверены, что проект нарушает баланс интересов должника и кредиторов. Он увеличивает незащищенность попавших в непростую ситуацию граждан. В Министерстве считают возможным продажу квартиры только в том случае, если гражданин задолжал физическому лицу. Для этого нужно установить федеральный норматив площади жилья. Если он будет превышен, то недвижимость можно будет привести в ранг роскошной. Также критерием роскоши должна считаться не только площадь недвижимости, но и ее стоимость. Ведь есть большая разница, где находится, например, однокомнатная квартира с одинаковым метражом. В центре города или на окраине, в столице или в регионе. Возможно, возмущению Минэкономразвития поспособствовал тот факт, что в начале лета в Екатеринбурге произошло редкое для России событие. За долги свыше 20 миллионов рублей было продано единственное жилье должника – комфортабельная пятикомнатная квартира. Но, тем не менее, на улице Екатеринбуржец не остался. Ему предоставили однокомнатную квартиру. С точки зрения закона, здесь все в порядке. Ведь суд может продать единственную квартиру площадью свыше норм, установленных для социального найма. Еще одна новость на сегодня. Мошенники теперь могут узнать, сколько средств осталось на счетах граждан в банках. И помочь им в этом, как ни странно, сможет голосовой робот. Именно с помощью него мошенники могут узнать номер карты, даже остаток средств на счетах. Уязвимость робота-ассистента недавно отметил Центробанк России, рассказав о том, как действуют злоумышленники. Последний инцидент произошел в Сбербанке. Один из клиентов кредитного учреждения получил звонок якобы от имени службы безопасности банка. Он рассказал о мошенническом переводе и попросил сказать, сколько денег осталось на счету у клиента. Но жертва оказалась не промаха и решила обмануть мошенника, назвав совсем другую сумму. Но в итоге мошенник назвал реальный остаток на счету у клиента с точностью до копеек. Было выдвинуто предположение о том, что злоумышленник узнал все данные в режиме реального времени. Он подменил номер телефона на тот, что привязан к одной из карт Сбербанка. В свою очередь, голосовой помощник по запросу назвал последние четыре цифры номера карты и рассказал об обстановке денег на ней. Проблема заключается в том, что если к телефону привязаны несколько карт, то можно назвать любые цифры голосовому ассистенту. В итоге тот заявит, что таких карт не существует и назовет те, которые есть, не забыв упомянуть и остаток на них. На данный момент Сбербанк уже разбирается с этой проблемой, ну а мы надеемся, что все разрешится благополучно. Ну а на этом были все новости на сегодня. С вами была я, Шабеть Кавалерия. Если вам понравился наш материал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите следующих выпусков новостей. Всем пока!